Так, все, все готовы. Ладно, что мы сегодня с вами обсуждаем? Грублый халл. Грублый халл. Да, мы сегодня с вами обсуждаем ПЭСов. Почему мы обсуждаем ПЭСов? Потому что скоро ПЭСов, правильно. Значит, что, когда ПЭСов? Пятнадцатого... 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 Он будет тридцатого по местному календарю. Тридцатого чего? Апрель. Что у нас? Март. Тридцатого марта. В четверг у нас занятия не будет. А деньги будут за четверг? Да, да, за пять. Значит, в четверг занятия не будет. Не будет. Занятия будет в пять. Понятно, да? Будет ПЭСов-цедер в пять. Все? Заходите. Шутка была. Ну, я тебя не слышал. Поехали. Что такое ПЭСов, да? Такой интересный праздник, когда из дома выносят все хамец, да? Выносят все... В общем, нельзя есть... Какие запреты, давайте? Я сейчас вас расскажу, реально. Какие есть запреты? Есть хамец. Есть хамец, правильно? Хамец это кто? Он сказал есть хамец. Что такое хамец? Хвастной. Хлеб булочки печенья. Хлеб булочки печенья. В какой момент хлеб становится хамцом? Ну, что-то вообще становится хамцом. Когда дрожит кровь, не важно. Когда мука с водой в невыпеченном состоянии оставались вместе сколько? 18 минут. То есть, если они не допекли за 18 минут, то тогда это переходит в статус хамца. Хамца из мацы. Так? Понятно. Вторая, значит, это одна заповедь ты говоришь, да? Что нельзя что? Нельзя есть хамец. Другая? Песах. Что нельзя? Хранить всего. Хранить, вот. Поэтому что? Поэтому перед Песахом все соблюдающие евреи начинают просто как ненормальные, значит, вычищать дом до последней крошки, чтобы дома все было чисто. Для тех, кто живет там с родителями или как-то, для них это не так важно. Нужно просто как-то помыть свою комнату. Вот. И не просто ничего хамца вообще не есть. Кошируют всю посуду, в общем. То есть, очень такие разные строгие законы. Мы сначала с вами посмотрим какие-то разные небольшие идеи Песаха вообще, да? Сначала связь его с Пуримом интересная. У нас недавно был Пурим. Есть такая, не знаю, как ты такая. Первый раз ее слышал. В 80-х годах Бостон Рэббитсон. Она сказала... Даня, все, отсаживайся. Ну серьезно. Я молчал. Слушай, я себя чувствую как какой-то противной училкой. Я их начинаю понимать, слушай. Я старею, капец. Я начал понимать. Значит, что... Бостон Рэббитсон. Что она сказала? Она сказала, что пускай... Слушай. Слушай. Ты так говоришь, раз сядь. Я спорю. Ты сказал, раз сядь. Я сейчас раз сажу. Я еще не понимаю. Ты почувствуешь себя четко, я почувствуешь себя... Веропрассник, как мы за ней продолжаем, да? Она сказала так, что... Очень прикольная фраза. Не делай свой Пурим слишком... Самея, потому что это не кошер. Понятно, да? Слишком сильно пьешь и беседишься, то это становится не кошер. И не делай свой Песох слишком кошер. Потому что у людей... Иногда люди начинают фанатеть, очень страшно. Не делай свой Песох слишком кошер. Потому что тогда он не будет Самея. Понятно, да? Вот. Есть вообще интересные... Религиозные евреи начинают чистить в это время все очень сильно. Я вспомнил, в Торе вообще написано так, что... Там рядом написано заповедь Песоха и заповедь идолопоклонства. Почему? Потому что те, кто начинают слишком сильно фанатеть вот с этим, значит, я не знаю, с пылесосом лезут, я не знаю, на люстры, да? То это просто похоже на идолопоклонства уже. Непонятно, зачем и для кого ты это делаешь. Вопрос, хотел ли это вовсе быть. Так. Сначала покажу вам, покажу вам небольшое видео. Сейчас, как я вам покажу. Вот сейчас, да? Да. Варвару сейчас. Варвару сейчас. Да. Сейчас появится. Сейчас появилось. Угу. Песоха. 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 Заповеди Песоха. Первая заповедь. Пасхальная Агада. В эту ночь мы должны рассказывать о чудесах, которых были удостоены наши праотцы, выходя из Египта. Так сказано в Торе. И поведай сыну твоему в тот день. Эту заповедь мы выполняем, читая Агаду. И если у человека нет сына, он также обязан рассказывать о выходе из Египта. Вторая заповедь. Маца. Сказано в Торе. В первом месяце, в 14-й день месяца, вечером ешьте мацо. Нужно есть только такую мацо, которая была сделана во имя выполнения заповеди. Такая мацо называется мацо-шнура. И именно ее следует использовать для выполнения заповеди. Очень. В эту ночь следует съесть, по крайней мере, кусочек мацо, разбивая большую ладонь за 4 минуты. Третья заповедь. Моро. Моро – это горькая зелень, которую едят на Песах. Во времена храма заповедь есть моро была установлением Исторы. В наше время обязанность есть моро – это заповедь мудрецов. Для того, чтобы выполнить эту заповедь, обычно берут хрен и салат ромен. Сначала салат ромен не кажется горьким по вкусу, но горечь появляется уже после первого вкушения. Эта горечь – символ унизительного рабства, тяжелой жизни евреев в Египте. Четвертая заповедь. Харосет. Харосет – это блюдо, приготовленное из смеси сушеных или свежих фруктов, специй и вина. Харосет символизирует глину, которую использовали для замеса строительного раствора роду евреев в Египте. В Харосет следует макать моро, чтобы притупить его остроту. Но не следует оставлять моро в смеси Харосет долголемя, чтобы не исчез горький вкус зелени. Пятая заповедь. Четыре бокала вина. Наши мудрецы постановили выпить в ночь Песаха четыре бокала вина – символ четырех этапов освобождения народа Израиля из рабства, о которых намекает Тора в стихе «И выведу я вас, и избавлю от египетского рабства, и спасу вас мощью великой и страшными карами, и возьму вас народом себе». Первый бокал мы выпиваем в самом начале седера, во время кедуша. Второй бокал – в конце рассказа о выходе из Египта, перед праздничной трапезой. Третий бокал пьют после произнесения молитвы «Беркат Амазон», а четвертый – после молитвы «Олень». «Беркат Амазон» Это, кстати, посмотрите, можете посмотреть дома, это очень классный новый сайт, новый такой сделали, «Имрей», «Имрей» он называется. На нем можете очень много найти интересных, всяких материалов, таких красивых. Так, как мне, заходите здесь. Сейчас я открою на эту тентацию. «А что там четвертое? И выведу, и спасу, и возьму народом себе?» «И избавлю, по-моему. Не знаю, кажется. Значит, идем дальше. Смотрите, мы с вами все праздники, мы их с вами рассматривали, если вы помните, в определенном контексте. В каком контексте мы их с вами рассматривали? Схемку надо было, помните? В резину словаха. Что там у нас в этой схемке? Резко вверх, резко вниз и еще ниже, а потом плавно поднимается. Давай, нарисуй. По-моему. Ты так красиво сказал. А то сейчас все мои шесть лет в художественной школе выльются, непонятно, может, что. Я считаю, что у вас есть небольшое. Женя, что? Мотик. Жене Мотик, да, за рисование. Напомню только. Вот так, да. Ну, не настолько. Сейчас не настолько плохо. Ну, тоже ничего. Так, супер. Спасибо. Итак, значит, у нас с вами Песах, да? На носу. На носу. Афардах. Значит, Песах у нас с вами вот-вот. Где Песах на этой схеме? Давайте вспомним вообще, что мы уже знаем сегодня в начале. Что у нас в самом начале? Самое первое. Начинается со... Рошашана. Рошашана было, да? Это вспышка такая, вспышка света, вспышка, значит, создание, создание мира такое новое, да? Кто там? Привет, привет. Рошашана, да? Да, дальше вот это самый-самый... Йом-ки-пур. Почему Йом-ки-пур? Ну, это и по времени они очень быстро. То есть все еврейские праздники, они как бы так энергетически как бы выглядят глобально наш год, да? Рошашана – это начало, такой взрыв, когда все идет вверх. Такое вдохновение, впечатление, и то есть вот эта точка, из которой разворачивается все, весь потенциал сюда заложен, и потом все остальное время он раскрывается. Йом-ки-пур – это вот эта точка. Здесь написано, что мы как ангелы, да? И там вообще мы день там не едим, не пьем, да? И просто написано, что... В общем, евреям в этот день просто... Улетел вообще, это раздрендерное такое прекрасное существо. Так, и здесь тоже суккот. И потом начинаются тяжелые будни, как и всегда в жизни, да? Да. Влюбился, значит, год прошел, а потом все. Вот, да, ну и так во всем. Мы с вами уже привели кучу примеров, потому что вся жизнь, в принципе, человека построена вот по этой схеме. Так, теперь где у нас с вами... А, вот здесь вот мы уже с вами, я думаю, пурим где? А, Хануко мы с вами говорили вот здесь, да? Да. Почему Хануко здесь? Темное время года, темнота, все плохо, все ужасно. Там целый месяц или два праздников нету. И вот здесь вот все пошло наверх. И вот здесь вот пошло наверх, мы начали зажигать свечки, все становится ярче, светлее и добрее, так? Вот. То есть, Хануко, а где пурим? Ну, там где пурим. Ну, дальше. Здесь. Правильно? Так сказано, что когда придет Машеях, это самый последний праздник, написано, что когда придет Машеях останется только пурим вообще. Потому что пурим это был тот праздник, когда евреи приняли Тору из любви. То есть, Шевоот как бы они... Они из страха? Нет, нет. Шевоот они как раз приняли, потому что, ну а что еще делать, когда все понятно. А здесь это был их выбор. С пурим они приняли Тору из любви. То есть, это был их выбор. Так? И вот это пурим. Теперь вопрос. У нас остается с вами еще Песа в Шевоот и Шевоот. И куда их девать, собственно. У нас уже схема закончилась. Проблемка. Посередке. А? Здравствуйте, здравствуйте. Посередке? Нет, нет. Смотри, это хронология. Понимаешь? Это временная, значит, линия. Роша Шана, Йом Кипур. Здесь Сухот тоже, да? Где-то вот так они там идут. Сухот, Ханука, Пурим. Схема кончилась. Что делать будем? Перезабливатель. Как знаете, есть такой перевод на русский. Очень классные флоры. Гурфинкель. Там, ну когда евреи переходят через море, там вопрос такой, типа, ну мы вообще в пустыне, а что мы будем пить? Там вопрос такой, и возобил народ к мыше, что пить будем? Что делать будем? Объясняю, что мы будем делать. Я вам сейчас тоже покажу. Маленький видосик, но я не знаю, что мы будем с этим делать. Так, так. Как бы мне это сделать? Сейчас, секунду. Сложно, сложно. Так. Есть. Будет вот так. Есть. И вот. И вот. Был такой прикольный мультик, который я даже давно смотрел. Димашка. И там есть такая схемка интересная. Не Мешни? Да. Там есть такая интересная схемка. Смотрите. Это та оба? Да. О, я полтора часа не видел. Смотрите. Схема линии пространства и времени. Вот. И вот так вот выглядит, в общем-то, да? В общем-то выглядит. Так. Что ты теперь сделать? Обратно? Есть презентация? Я презентация. Сейчас. Ну, включай же фильм. Какой фильм? Мультик. Только сначала. Ревум. Это большая разница. Подойдите, подойдите. Ну да. Все. Есть. Теперь, как это выглядит? Да? Это две такие параллельные линии. То есть, еврейский год или еврейская неделя, они написаны, что идут по спирали, да? То есть, это не то, что у нас закольцованная какая-то система. Это идет круг. Идет повторение. Но всегда, на каждый шаббат, да, каждый шаббат выше, чем предыдущий. Ты все время поднимаешься. И еврейский год, он тоже идет. Повторяются одни и те же праздники, но это идет по спирали. Теперь, вот этих спиралей по-настоящему две. Два. Два. Ну, начало года у евреев по-настоящему два. И первая вот эта вот штука, она идет, это творение, это мир. А второе, это евреи. То есть, Роша Шина, это сотворение мира, сотворение человечества. А Песах, это второй Новый год, вот эта вторая спираль, это сотворение чего? Еврей. Еврейского народа, когда евреи выходят из Египта и вообще становятся народом. Понятная идея, да? Вот такой спиралькой это выглядит. Так. Сейчас, подождите. Почему я не выберу эту штуку? Есть? Да. Так. Идем дальше. Значит, то есть, вот этот, да, Песах, это тоже момент на, но уже на уровне еврейского народа, а не на уровне мира, да, момент вот этого, вот этого взлета, да. Есть такие интересные моменты насчет Песаха, насчет Пасхальной ночи, что говорят, что вообще в эту ночь работают законы дня. Можно там не, ну, если там нет каких-то антисемитов вокруг и так далее, то можно не закрывать двери. И там в мистических источниках вообще говорят, что в этот день, в принципе, по-хорошему не надо было бы молиться, потому что на небе все происходит само собой. Что же мы молимся? Просто иметь отношение к тому, что там происходит, да. То есть, в общем-то, в этот момент, да, в Пасхальную ночь, в Песах, короче, в Песах Седр, да, Всевышний, он рулит всем миром сам, и человек просто, он может, ну, как бы, он просто плывет вот в этом, в том, что Всевышний, да, начинает это новое начало, да. Так, вот, это первое. Теперь, вот эта схема, да, если вот это Песах, то что у нас дальше идет? После Песаха? Счет Омера. А? Что? Счет Омера. Счет Омера. Правильно. Здесь может быть даже можно сказать, что вот это идут казни, да, вот это Песах. И потом, что происходит после Песаха? Идет счет Сферата Омер, да. Что такое Сферата Омер, чем мы там занимаемся? Да, это сорок девять дней исправления качеств. То есть нас вывели, да. Потом сорок девять дней ты должен достигать сам то, что тебе показали, должен чистить себя, а там в самом конце что наверху? В конце получения Тора. В конце получения Тора, да. То есть когда ты подготовил, то есть ты что-то получил, тебе показали как можно. Потом ты, у тебя с особых пустыней добиваешься этого сам, потом ты, ну и ты сам достигаешь вот эту вершину, которую тебе показали. Показали с самого начала. Окей. У нас таких два новых года, один это вот это энергетическое начало мира, другой это в общем-то создание евреев и вывод их из Египта. Теперь мы с вами посмотрели немножко Аллахот. Что-то непонятно? Нет, все понятно. Мы с вами немножко посмотрели Аллахот. Здесь интересно, да, то есть я как уже сказал, что в Песах это в общем-то время такого, скажем так, такого легкого фанатизма, да. Мы с вами, я не знаю, на прошлом уроке например говорили, что фанатизм это вещь вообще очень плохая, что евреи это всегда, как раз только что морально про это учил, что евреев это тот, кто всегда находится в середине, да, золотая середина, это просто… Да, то есть нужно всегда находиться в середине. Но если вы помните, мы с вами прочитали тоже такого рамбома, а рамбом говорит, что если ты хочешь… как мы сказали, если ты хочешь что-то исправить, ты слишком жадный и временно перетащи себя в другую крайность, чтобы стать щедрым. То есть временно отдавай больше, чем вообще можешь отдать и больше, чем нужно. И тогда вот этот лист бумаги, который согнули в одну сторону, его просто выпрямить нельзя, нужно перегнуть в другую, тогда можно выпрямить. То есть Песах это как раз то время, когда вот это такая… когда мы перегибаем вот эту палку в другую сторону, чтобы потом быть нормально соблюдающими. То есть это такое чуть-чуть фанатизма, чтобы… Ну, в общем, Песах это время включиться, короче, включиться в отношения со Всевышним. Идем дальше. Ты еще раз сказал, что хамес нельзя есть, что еще нельзя хранить его, и мы еще не сказали, что нужно Агаду читать, правильно? Да. Агаду читать – это три основные вещи. Матсу есть, Морор есть и Харос. Вот это основные вещи. Теперь, в общем-то, хамес и матса – это основные фундамента матса. Ну, не совсем, а сейчас… Что-то посимпатичнее будет. Сейчас будет смешно. Матса. Значит, в чем идея матсы? Кто знает, какие есть идеи, связанные с матсой? Хамес, матса – что они символизируют? Зачем есть матсу? В чем идея? В чем смысл? Когда выходили из Египта, ели что-то наподобие матсы. Да, это история. Ну, как бы ели матсу. А, да, во-первых, давайте, во-первых, почему мы вообще… Откуда история матсы, да? Что? Выходили из Египта и… И не успевали доделать хлеб, надо было что-то здорово. Его кидали просто лекошки на камни и они так доходили… 18 минут. Да. Ну, как-то… Видимо, быстро доходили. И вот то, что уже успели, забирали и все ели. Да, да. Я слышал, что вообще у них прямо, ну, как-то прямо на плечах, прям… Как-то они… В общем… В общем, да. Примерно так. А? А что на плечах? Подносы несли. Подносы. На подносы. Не, я понимал, что они прямо на плечах готовились. Да. Первая антока, которая не вошла в сны. Первая антока, которая не вошла в сны. Нет, уже 11 лет тогда. Так. Ну, да, там известно, да, были 11 казней и так далее. Вся история этого вы уже знаете, правильно? Не будем что-то рассказывать. Это про сам поэценок. Теперь маца, да? В чем символика мацы? Что она символизирует маца? Это прямо прошлая тема. А ты посмотрел, кстати, про самооценку? Я тебе посылал или ты был здесь? Про что? Про самооценку? Прошлый урок? А я смотрел чуть-чуть. Смотрел чуть-чуть. Это как раз наша предыдущая тема. Это что? Это самооценка. Это то, что находится в середине. А по краям находится что? Ну, как это? Грамотная самооценка. По бокам заниженные и завышенные. Это же, в общем-то, соответствует скромности и гордыни. Правильно? Вот маца, она как раз соответствует вот этой вот золотой середине. То есть маца символизирует собой истину. Почему? То есть маца – это символ истины. Почему это символ истины? Потому что вот в этой прекрасной маце, которую она употребляет в ней есть ровно только то, что в ней есть. Что такое маца? Это мука, вода и размер. То есть я оцениваю себя ровно так, какой я есть. То есть там есть ровно мука, сколько там есть грамм, и вода ровно сколько там есть, и что там испарилось из нее. Теперь что такое хлеб? Да, там где ты поешь что-то. Да, хлеб – это вот такие вот там дырки. Так. И вот здесь вот чуть-чуть хлеба. Так. То есть это, смотри, да? Вот. То есть это хлеб таким образом. Это символ… Хлеб. Хлеб где-то между дырками, да? Где-то между дырками там есть хлеб. То есть теперь что символизирует хлеб? То есть он символизирует вот эту переоценку себя, да? То есть когда ты раздуваешься и показываешь себя больше, чем ты едешь. Эти люди напрягают, они неприятно, занимают слишком место, говорят слишком громко, раздражают. У них такое вооружение лица. Как ты хорошо его видишь? Он такой заходит там, иди со сцены что-то рассказываешь. Вот, да? Так. Значит, так. Что еще интересного у нас есть про… То же самое интересное у Рамбана я читал. То же самое, что ксено, да? Вообще, ну, то есть вот эта пшеница, из которой делают хлеб – это там то же самое. Ты смотришь, да, видишь какое-то огромное такое явление. Какая-то штука занимает кучу места. Но если взять его, так сказать, с точки зрения физики, то это вообще пустота, да? Там он, ну, почти пустой. То есть там воздуха намного больше, чем содержание. Да? То есть это то, от чего нужно еврею очень сильно отдаляться и приходить вот к этому аметичному, что говорится, трушному состоянию, да? Я есть то, что я есть, занимаюсь тем, чем должен заниматься. А кукурузный хлеб? Что? Кукурузный хлеб. Пытается хамцом? Он же тоже бренд? Кукуруза? Нет. Это кикниот, наверное? Кикниот. Есть запрет еще от мудрецов употреблять кикниот в пищу. Это там, это ложки назов только. У Ксифарда можно. Это он туда входит. То есть это только запрет по мудрецам. Это только ложки назов, а он не входит. Ну, то есть это не хамец. По туарету не есть. Но не в следующей жизни может. Идем дальше, идем дальше, идем дальше. То есть, в общем-то, да? В общем-то, что? То есть Песах – это идея самая основная. То есть это вот такое… В работе над собой нужно быть таким иногда жестким, да? И вот эти семь дней – это такой период, да? Такого немножко фанатичного выжигания из себя, в общем-то, всего неприятного, что во всех из нас, я думаю. Ну, во мне, по крайней мере, точно содержится. В общем, да. Так, что дальше? Окей, это мы пропустим чуть-чуть. Супер, дальше. Теперь еще что интересное с мацой есть. Мацая, как она производится? Здесь у меня даже где-то какие-нибудь были встали. Сейчас я вам покажу. Как производится мацая. Тонкий кусочек теста. Делается там расхат, там дырочки. О, вот так. Ну, как пицца. Пицца? Пицца. Вот такая невкусная пицца. Невкусная пицца. Хорошо. Это только на Песах мне кажется, потому что она круглая, конечно. Маленькая невкусная еврейская пицца. Пицца. Это пицца-то я вам уже есть. Ну, я бы не проповала, где на этой мацой пиццу. Милая это тоже. Итак, как эту мацу, что с ней нужно делать? Чтобы она не успела стать хамтом. Стать вкусной? Да. Чтобы она не успела стать вкусной. Ее обрабатывают очень быстро. 15 минут, не больше, да? Да. То есть, ее нужно тебе замесить быстро. И потом быстро засунуть в печку. Да? И это нужно делать хорошее. И тебе нужно сделать это очень-очень быстро. То есть, мы здесь видим тоже интересную вещь, что любое хорошее дело, если оно хорошее, то оно требует активных действий. Да? Вообще, любая вещь, если, так говорит Виленский Гаон, что любая вещь, если она дается тебе легко, скорее всего, ты делаешь какую-то фигню. Да? Скорее всего, это явно не то, что в себе уж не хочешь. Да? То есть, любая вещь хорошая, то есть, любой рост, там, развитие, выход из зоны комфорта, он всегда идет через сопротивление. Ну, то, что мы с вами учили, да? Про любовь и любовь к себе, что это идет расширение моих границ, да? Вот это то, что, когда я увеличиваюсь и вылезаю из собственной шкуры, чтобы стать лучше, чем я есть сегодня. Да? Что я сказал? Вылезаем из собственной шкуры? Да. Правильно. Супер. Почти на мотик нарвался. Так, теперь, значит, когда я это делаю, да? Для человека это воспринимается не очень, не очень комфортно. Но любой рост, он всегда сопровождается некоторой степенью, ну, преодоления себя всегда, да? И выхода из привычной границы. Мы сейчас до этого позже дойдем. В принципе, это вся история выхода из Египта, да? То есть, евреи были Мицарим, да? Мицарим, как это переводится, кто знает? Мицарим. Ну, Мицраим это Египет. А Мицарим это, ну, царь это ограничение. Так вот, Египет на национальном уровне сказано, что он был такой страной, откуда даже ни один раб не мог приезжать. Там просто там... То есть, там была такая гравитация, черная дыра такая, знаете, ну, в национальном плане такая черная дырень. Откуда... Ну, знаете, в черной дыры у нее есть горизонт событий, откуда там, которая не может уже, если свет туда залетел, он не может вылететь туда. Там гравитация больше скорости света, так? Теперь в Египет была вот такая штука, из которой вообще никто не мог вырваться. Теперь евреи оттуда вырываются и начинают просто светить, да? То есть, там, когда черные дыры схлопываются, да, они потом становятся, там, суперстар. Так? Очень серьезными звездочками. Так. И теперь в Перке Абот еще, да, вот про эту идею, если ее развить немножко, про идею действий, да? То есть, в принципе, у нас в Торе все нужно, например, учить Тору Ишма. Что это значит? Это значит, что учить ее для того, чтобы ее исполнять. Поэтому любое знание, которое ты приобрел, если ты не перевел его в практику, то оно лежит у тебя в башке мертвым грузом и мешает тебе, в общем, оно, 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 оно мешает, чем больше ты приобрел знаний, но при этом не перевел в действие, тем тебе хуже, короче. Оно очень сильно грузит мозг и, в общем, очень, очень сложно человеку, когда он так себя ведет, так, и не действует при этом. Теперь в Перке Абот также написана интересная вещь, что человек, который не прибавляет, он, ну, как тот, кто подлежит смерти. Так? Немножко жесткое такое высказывание. Почему так сказано? Не прибавляет что? А? Не прибавляет что? Просто не развивается, то есть, он, то есть, он не прибавляет к тому, что у него есть, имеется в виду, то есть, просто в учебе, в знаниях, ну, и в действиях. Так? Почему, почему так? Ну, вы все, наверное, знаете, да, эту историю велосипедиста, да, который едет в гору. И что? Знаете историю, нет? Нет? Падает. Конечно, он падает. Понятно, какая история без того, чтобы всем было хорошо. Не может всем быть хорошо, так? Он падает. Почему он падает? Идея такая, что наша жизнь, она как гора, да, ты едешь в эту гору. Если ты перестаешь крутить педали, то, ну, это как ты едешь на велосипеде. Если ты перестаешь крутить педали, ты падаешь. То есть, ты обязательно должен развиваться, и нету такой, нету такой штуки, что ты можешь остановиться. Типа, вот сейчас мне комфортно, посидим. Ты не посидим, ты в тот момент, когда ты остановился, ты уже упал. Так, то же самое с Яковом интересно было в Египте, что когда он, не в Египте, когда он, в общем, хотел остановиться на том месте, на котором он жил. Типа говорит, да, секундочку, это вообще не предназначение еврейского народа. И он сразу ему посылает какие-то, какие-то он ему проблемы послал, да? И Яков пошел, пошел, пошел дальше. Вот. И то, что я уже тоже чуть-чуть затронул, да, что Митцарим, Митцраим это ограничение. Теперь евреи это народ, его суть, это который выходит из Египта из ограничений. И Авраам тоже, первое появление самому первому еврею какое? Это вы должны знать. Задди? Нет. Лех леха, выходи из твоей страны, из установок твоих родителей, из своего окружения, из своего менталитета. Да, вот это все сбрасывай и расти. То есть это, в принципе, такая получается, поскольку первое появление Авраама, это суть того, с чего начались евреи, они вышли из ограничений. То есть суть евреи, вообще, ну как бы, суть вообще, моя суть, да, это то, что я должен всегда расти и становиться, становиться больше. Так, идем дальше. То есть это, да, на лето мы пришли, мацы, что, ну, маца это, да, то, что такая, абсолютно метичная штука, да, и вот в этом, в скромности тоже нужно, нужно растить. Так, что мы еще, сейчас. Интересно еще, чтобы сам Песах, привет, привет. Сам Песах, как, Песах, что, само слово Песах, что значит? Песах. Песах, Песах. Что это значит? Пойти или что-то. Не-не-не. Исход. А? Исход. Уйти. Перескакивать, вот, перескакивать. Там, ну, написано, что они вот там помазали эти свои косяки кровью, да, и Всевышний перепрыгивал через дома тех, кто это сделал. Так вот, в чем идея, одна из идей Песаха такая, что, поскольку мы с вами сказали, что Песах – это вот это место начала, да, место взрыва, где Всевышний сам рулит всеми процессами, так в Песах можно перепрыгивать уровни. То есть тебе дают такой этот дополнительный турбо-турбо двигатель, да, и вот если ты идешь по волне времени, да, ну, то есть с соблюдением этого сервера. Дают такой вот турбо двигатель, и название Песах оно такое, потому что вот в этом уровне, в своем росте, в своем расширении и улучшении ты можешь перепрыгать, то есть можно прямо достичь больше, чем можно достичь в обычных условиях, да, крутая штука. Так, что еще здесь интересного можно рассказать? Йоха давала классный урок на эту тему недавно, про семь вещей, которые мы вообще учим из Песаха. Так, одна из этих вещей интересная, что… А? Одна из этих вещей – скромность. Скромность. Ну, это шутка, но может… Скромность. Про Мацо мы уже сказали, да, что… Вообще идея Мацы, да, как раз… Идея Мацы – это как раз идея скромности, да, как мы с вами сказали, то есть ты оцениваешь себя ровно тем, что ты есть. То есть Маца она не говорит, типа, фу, я ничтожество, я ничего не смогу, да. Ну, грубо говоря, она сама есть, да, но она не раздутая, она не больше, чем она есть. Так, теперь еще некоторые идеи Песаха. Есть такой… Томас Кахил его, по-моему, зовут. Это такой католик какой-то, он написал много книг про евреев, он прям очень как-то евреев полюбил. Есть у него одна книжка, называется «Дары еврейского народа», ну, типа человечеству. Там он пишет интересную вещь, что, например, что ввели евреи, евреи ввели концепцию вообще важности истории. Так, то есть еврейский народ начинается с выхода из Египта, и вот это вообще, ну, понятие, что история важна – это еврейское изобретение, вот так он говорит. То есть у нас, ну, в принципе, у евреев, да, все, ну, как бы, наша традиция, она основана на том, что мы знаем, откуда мы взялись, и нам очень важна наша история, кто там был, кто там преподавал, кто что сказал, да, то есть это весь, вся Тора и вся Талмута, они как бы, вся наша традиция, она в каком-то плане на этом построена. Дальше что еще? Активные действия вы с вами сказали. Важность теперь есть такая интересная вещь – седр вообще. Седр, вот здесь по-настоящему было из Торы фраза, почему мы делаем Агаду, для кого это заправить. То есть, как написано в Торе, почему нужно говорить, почему нужно Агаду читать? Для детей, чтобы заинтересовать. Да, да. То есть, там написано, расскажешь своему сыну, да? Расскажешь своему сыну, как вы выходили из Египта и так далее, и так далее. То есть, здесь мы видим важность, идею, например, важности семьи, да? То есть, что семья – это важная вещь, это раз, а два, вот эту идею передачи. И здесь интересно, в Египте казнь последняя, типа, самая жёсткая какая была? Смерть первенца. Смерть первенца. Теперь, что такое первенец, если под определённым углом на это посмотреть? Первый ребёнок – это связь между родителями и детьми. А второй – это тактика. Приколу зависит. Второй – второй. За компанию. Нет, это связь между родителями и остальными детьми. У евреев много детей обычно. Это между родителями и остальными детьми. Понял, да? Он, как бы, самый старший. И здесь прикольно. Ну, в психологии тоже так, там, рождается мальчик, девочка, или там, характер первого ребёнка, он сильно влияет на характеры остальных детей, которые потом рождаются. Так, теперь вот эта казнь первенцев, её смысл в том, в том числе, в том, что стереть передачу, да? Стереть передачу знаний и передачу информации. Суть passive seder – это как раз идея передачи. То есть, в общем-то, тот, кто на seder был, тот, что он еврей узнал, а тот, кто там не был, но то, что он еврей не узнал, грубо говоря. То есть, это вопрос вообще в каком-то плане такой жизни и смерти, вопрос идентификации, да? Так что 30-го числа, кто не придёт, тот вообще попал. Так, дальше. Что ещё? Что ещё есть интересного? Выпить вина 4 бокала. Я наливаю супер. Так. Выпить 4. Амни. 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 Так. Да. А, да. Песов, кстати, интересно. Песов наливают друг друга. Там есть, да, там есть две такие… Абам. Две такие интересные заповеди. Абам. Абам. Вот, слышишь? Во-первых, сидят вот так развалившись, как вот сейчас Кирилл сидит, да? Песов должны сидеть… А? А? Да, да. Нужно сидеть с очень важным выражением лица, правильно? И на левую руку вот так развалившись, короче. Так? Вам налить? Вот. И наливают тоже друг другу. С чему? Потому что в Песах написано, что очень важно чувствовать себя… Очень важно почувствовать себя. Важными людьми, да. То есть нас Всевышний вывел из Египта. И весь Песов с этого он проходит в такой атмосфере, что… Круто. Тема. Да. Вот. То есть наливают друг другу тоже, да? Как… То есть важным людям они сами не наливают, но кто-то… Ну, поэтому наливают друг другу, да. Так. Что еще интересного есть? Идея ответственности, да? Есть крутая в Песах, что… Есть такая история. История очень классная. Один рабин, да, он в свою жизнь посвятил тому, что он выкупал других евреев из тюрем, да. Евреев, как известно, часто туда сажали. Вот. И он занимался… Ты посмеялся на этом моменте? Павел… Павел… Нет. Сам был в законе. Ха-ха-ха-ха. Надо было так говорить, да? Значит, теперь… Он посвятил свою жизнь тому, что он спасал других евреев. И дальше произошло такое странное событие, которое всех, так сказать, немножко повергло в шок. Он сам попал в тюрягу. И тут возникает вопрос… Господи, прости, ты где, да? Вот. То есть, человек всю жизнь помогает другим людям, да. Всю жизнь спасает их из тюрьмы и сам… Всю жизнь, да, копит деньги, там, как-то их позволяет. Сам попадает в тюрягу. Если я не знаю принцип, да? Как человек смотрит на других, так смотрит на него, да? Что он делает другим, то сделают ему другие или сам Всевышний, да? Теперь он спасает людей из тюрьмы, что его туда сажать? Вот. И… Что он из этого всего понял из этой всей истории? Что он из этого понял? До этого для него вот это… Выкупать людей из тюрем – это была какая-то абстрактная теория, такая прикольная, да? Ну, кому-то… То есть, я кому… То есть, это была идея, понятно, это было идейно, но это было что-то такое… Отдалённое от него, да? Типа, я кому-то помогаю. Теперь, когда он сам посидел в тюряге, для него это стало совершенно другого уровня, ну, качественно он понял на совсем другом уровне, что он делает. То есть, он говорит, что после того, как я туда… А он попал туда ненадолго, да, совсем. Просто ему Всевышний туда засунул, чтобы потом он смог сделать вот эту заповедь, да, совсем с другим желанием, совсем с другим наполнением. Есть ещё такое очень крутое объяснение, да, оно глубокое, по-настоящему очень, что почему евреи сказали, ну, на Севинишма сделаем и поймём. Так интересно, говорят, что вообще люди после, ну, после Аушвица, да, например, они вообще не рассказывают, ну, иногда просто не могут рассказать о том, что было. А в чём проблема? В том, что, ну, рассказывать о таких вещах, да, это как метать бисер перед свиньями, кому-то. Потому что если ты там был, то ты знаешь, что это. Если ты там не был, то ты не знаешь, что это. Тебе рассказывай, не рассказывай. Для тебя это останется, ну, каким-то набором слов, которые ты перенесёшь на какие-то впечатления, когда там максимально плохие, которые у тебя были, да, но это не будет близко к тому, что внутренне пережил вот этот человек, который там был. Так? И теперь идея, почему евреи сказали, это тогда на Особенишма мы сделаем, и только потом будем в этом разбираться. Потому что ты можешь что-то понять только тогда, когда у тебя есть в этом опыт, да. Если ты через что-то прошёл, ты это понимаешь, ты можешь это кому-то объяснить, ты можешь вообще это понять, да. То есть, как бы, теория без практики, она ничего не стоит, да. Только когда у тебя что-то переведено в практику, ты можешь это, ну, как бы, понять и в себя как-то прошить, да, и чтобы это на тебя, чтобы это на тебя, на тебя работало. То есть вот этот раб, да, он попадает в эту фирму, а тут выходит, чтобы, то есть просто, чтобы, то есть он проходит этот опыт, да, и совсем с другим качеством, совсем с другим желанием начинает делать то, что он, то, что он делал все это время без того же намерения. Есть еще такое, что, ну, про Авраама говорят, да, что если ты хочешь быть гостеприимным, ну, вот хочешь, ну, битва очень важная, да, и Авраама, известно, был очень гостеприимным. Если ты хочешь быть очень гостеприимным, то что нужно сделать по этой логике? Выгнать кого-то изнутри. Нет, зачем, наоборот. Стать путешественником. Почему? Начинаешь путешествовать, попадаешь в дома к другим людям, которые тебя как-то принимают. Ты смотришь, да, так, так. Вот это мне понравилось, вот это мне не понравилось. Тут, значит, плохо подавали, тут было невкусно, тут было вкусно, тут, значит, улыбались, тут не улыбались. Да, и вот когда ты вот это, у тебя много опыта ты набрал такого? Да? Ну, чтобы он благодарности набрал. За благодарность и сейчас дойдем. Не, благодарность это понятно, это ни одно другого не... Ну, смотри, пришел кому-то домой, а тут было невкусно. Не, ну, ладно. А он не сказал, он не сказал. Это холодный бакарон, я его вообще не могу убить. Ну, это я тебе на секрету сказал. Я сейчас вспомнил, знаете, оптимисты изобрели колесо, а пессимисты изобрели запасное колесо. Вот. Да, то есть, самый хороший метод – это набраться просто опыта, посмотреть здесь, 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 здесь. А потом этот человек, который через это все прошел, он знает на практике, то есть, что приятно, что неприятно, что хорошо, что плохо. Теперь евреи заходят туда, в Египет. Зачем? Для того, чтобы у них была способность ко всем добрым качествам, которые потом Всевышний из них спрашивает. Так написано в Торе, что написано «И любите Гера», да, Гера – это то есть, тот, кто там стал евреем, прошел Ги-юр или просто тот, кто поселился у вас в Израиле. Почему? Дальше Тора продолжает. «Потому что вы сами были, как бы, герием, да, поселенцами типа в земле Египта, то есть, поскольку вы сами знаете, а, и знаете вы душу Гера, то есть, поскольку вы…» Что ты такое смешное, что ты говоришь? Я не смею сейчас. Я серьезно. Смех сквозь клет, сверх сквозь клетки. Клетки. Клетки, типа вот такие штаники с творога и зелотами. Клетки, что? Ты не знал? Я не знал клетки. Мне кажется, мы это обеиметь еще раз. Да, сейчас я буду, возьму помидоры, сейчас. Клетки. Это клетки, да? Клетки с безменями. Так, значит, что? И евреи туда попадают, потому что только когда ты смог, только когда ты смог сам пережить ситуацию, ты можешь потом войти в такую же ситуацию другого человека. то есть, ответ… Я тебе сейчас в угол поставлю, реально. Ты его не в угол, ты его туда поставишь, посчитай лекцию. Сейчас на стульчик тебе поставлю, будешь стихи читать. По твоему мужу, о чем ты говоришь, чтобы испытал пацаны. Да. Вот. Теперь евреи попадают в Египет, потому что ты можешь войти в чью-то ситуацию и делать что-то с чувством, только тогда, когда ты сам через что-то прошел. То есть, когда ты сам пожил без денег, ты намного больше, у тебя есть внутреннее желание давать деньги бедным. Я просто так со стороны, если наблюдаю, например, Ицхак Пентасевич, он здесь выступал уже пару раз, у него интересно было, сначала он еще в Москве, в Молго, повозил вагоны немножко, потом у него все это резко пропало, потом он пришел, раз бизнес, два бизнес, что-то все провалилось, потом он пришел в синагогу как-то, начал чуть-чуть соблюдать, потом уехал в Израиль, и на шесть лет сел в Ешио, и там пока в Ешио, когда они с Ривкой с женой были в Ешио, у них вот родился Лешама, они вообще жили, ну так, в общем-то, ну, грубо говоря, хлеб с водой, да. А теперь, то есть, у него явно совсем другая финансовая ситуация, да, два офиса тут через дорогу, но как бы я просто так со стороны смотрю, как он помогает другим, да, там сейчас, например, на Песах они там организовывают какому-то дедушке, значит, проезд туда-сюда, в Песах, в общем, все, весь седр, все дела, да, то есть, ну, и то есть, просто так, ну, где-то я там местами увидел, сколько он куда-то там жертвует денег, да, то есть, я думаю, что это именно, ну, очень важно что-то пережить, чтобы быть потом способным это как бы воплотить, понятная идея, да? То есть, евреи были в Египте для того, чтобы, то есть, нужно побыть внизу, да, чтобы понять, чтобы уметь потом дать что-то хорошее тем людям, которые потом так же, как и ты были внизу, да, это всегда, там, люди приходят с вопросами, да, там, пожить, что мне делать, там, как мне выстроить это, как мне выстроить то, как мне... ну, в общем, я не знаю, грубо говоря, как жить там, кто я, да? Если ты сам там не был внизу и с этими вопросами, и ты на них не ответил, то ты не можешь никому на это ответить и не можешь никому помочь, да? То есть, в этом одна из идей, зачем вообще мы были в Египте. Дальше. Благодарность. Как, значит, евреи, как на еврите называются? Еудим. Еудим. Что такое перевод слова? Благодарность. Леодот, да. Леодот – это «благодарить». То есть, это суть вообще... Ну, у Рава Соловейчика я видел, да, что он пишет, что человек вообще без качества благодарности – это, как это, пугам, то есть, это изъян вообще в человеческой природе, да? То есть, если у человека плохо с качеством благодарности, то, ну, в общем-то, его сложно назвать человеком. Например, здесь тоже интересная вещь. Есть ещё в Торе. В Торе есть там только два народа, которые не могут стать евреями. Это кто-то знает? Христиане и народы. Это не народы, и они могут. Гой. А? Гой. Первое слово «гой» использовано про евреев в Торе. Так, на самом деле? Конечно. Гой – это типа народ. Гой – это обычное слово. А, да? Не вешай лапшу тут. Лапша в песне запрещена. Значит… Так, теперь… Не римляне, а римляне… Амолеи. 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 Амолеи кто? Амолеи кто? А что на основные? Вот. Амон и Моав. У царя Давида, у него там прапрабабушка, она была муавитянка, и там был большой вопрос, могла ли она стать еврейкой, как вообще. Ну, в общем, отдельная тема. Амон и Моав не могут стать евреями принципиально. Егудим они не могут стать. Почему? Потому что они не встретили. Вот. Амон и Моав откуда они взялись вообще? Откуда появились два этих народа? Жора сейчас помидора полетит. Значит, откуда взялись два этих народа вообще? От дочелей Лота. Абрам пришел, благодаря Абраму Лот выжил. От Лота пошли эти две дочери, которых потом народы называли Амон и Моав. Теперь два народа, которые, их все существование, они существуют только потому, что им кто-то помог. Они потом, когда евреи идут через пустыню, они им не помогают в ответ. То есть, у них нету не то, чтобы просто, то есть, даже взаимности нету. То есть, вот это, и они не могут стать по определению, это два народа, которые не могут стать иудим. То есть, это такой изъян, который, что если у тебя нет благодарности, то есть, благодарность это некоторый вообще фундамент личности, что если у тебя его нет, тебя вообще нельзя назвать человеком. То есть, понятная идея, мне кажется. То есть, это суть еврея, как евреи называются, да, и тоже, ну, то колено единственное практически, которое сохранилось иуда, да, это тоже от слова лиудот, да, благодарить. То есть, благодарность это такое принципиальное вообще еврейское качество. Потом, ну, и с вами мы уже учили много раз, да, что самех бехалко, что это радостное своему делу, да, кто богат, тот, кто рад, тот, кто рад своему делу, да. То есть, это не вопрос внешнего наличия материальных ценностей, это вопрос моего субъективного отношения к моим, к моим материальным ценностям. Тот, кто умеет к ним подходить, его качеством становится внутреннее богатство. Тот, кто не умеет, вот телефончик вот мне, да, прекрасно, вообще супер, да. Вот, теперь можно сказать, блин, капец, это не, это не iPhone X, капец, жизнь, боль. Так, вот, теперь, значит, да, то есть, вот это, ну, способность просто наслаждаться тем, что у тебя есть, и благодарить Всевышнего за то, что у тебя есть, да, вот это, то есть принципиальное такое вообще, ну, то есть, абсолютно определяющая такая вещь, вещь в человечестве, в человеческой личности. Но ведь, когда у тебя нету iPhone X, это ведь может быть причиной твоей грусти, если ты пессимист, если твой стакан наполовину просто, а если твой стакан наполовину полный, это мотивация для того, чтобы двигаться и чего-то достичь. Ну, конечно. Ну вот, это будет что-то плохо. Нет, просто, можно посмотреть на это плохо с двух сторон, понимаешь? Да, я не помню, что это плохо. Ты плохо слушал, но когда еще в том курсе про счастье это обсуждали, так вот в этой мечте написано «Самея Хбехалхо», это там написано не тот, кто удовлетворяется тем, что у него уже есть, а тот, кто доволен тем, что у него есть. Это принципиальная разница, потому что быть довольным, это не то же самое, что не хотеть больше. Понимаешь? То, что ты доволен, оно позволяет тебе достигать еще чего-то. Ну, вот и все. Это не взаимоисключающая вещь. Понял? Собственно. Пожалуйста, пожалуйста, брат. Так, и, окей, давайте. Ты можешь спросить у дравалеза, сколько ему надо времени? Типа, я довольна своим количеством юбок, но это не значит, что я не хочу еще. Что они будут прийти, и там нашли. Ну, еще одна из идей, давайте быстро ее затронем, это идея свободы, да? Ну, про Песах сказано, что Песах — это время нашей свободы, да? Зманхи руты. Время свободы. Почему это время свободы? Ну, понятно, мы выходим из... А? Все уже? Заканчивай? Нет, про свободу, пожалуйста. Про свободу? Да. Здесь есть интересный вопрос, может быть, мы отсудим его в Песах, да? Что евреи, они, да, выходят из рабства, но получают, значит, себе в это... в кулек, да, огромное... 613 обязанностей, да? О, это не про свободу. Вот. Теперь, да, вопрос, что за свобода такая, что в результате вот этого праздника, который называется праздником свободы, ты получаешь, значит, такой списочек такой... Должен рад, должен рад, должен рад, должен рад, должен рад. Это как мама за молоком просто сходить. А? Теперь... Кулек. 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 Здесь идея интересная. По-настоящему человек, который не умеет контролировать себя, да, он вообще не свободен. То есть, я... Варианта только два. Или я управляю своей жизнью, или... Кто? Или не я. Или другие кто-то. Другие люди растаскивают мое внимание, ставят передо мной свои цели. Чаще всего это маркетологи, да? Вот. Ставят перед тобой свои цели и говорят, что вот это классно, это купи. И ты начинаешь, блин, да, яхту надо. Вот. Теперь, да, что как бы... Внутренняя свобода, если вы помните, ну, в прошлый раз мы говорили, кто такой сильный, тот, кто... Преодолел свою зло. Не зло. Преодолевает... Преодолевает свое внутреннее... Ну, как это? Ецер. Тот, кто преодолевает свой Ецерара. Это не тот, кто может подавлять других. Это тот, кто преодолевает свою внутреннюю вот эту черную... Свою внутреннюю гравитацию, да? Теперь, чтобы ее преодолеть, нужны правила. Если ты хочешь что-то достичь, ты не можешь ехать влево, вправо и устраивать анархию на улице. Если ты хочешь доехать, тебе нужны правила дорожного движения. Нужна тачка. По определенным порядкам, определенным правилам построена. Нам Всевышний после Песаха дает вот эту систему правил, по которым нужно ехать по дороге. Чтобы достичь того, чего только... Лучшего, чего только можно достичь. То есть... А человек, который, да, там, любая, там, я не знаю, любая юбка, у него уже сносит крышу, да? Это не человек, это, я не знаю, похоже на собак больше, да? Знаю бы такого. Я не знаю, о чем ты. Ну, в общем, да, если говорить про... Мы с вами говорили про любовь и про вида псевдолюбви. Если вы помните, первое, это была влюбленность, второе, это была слаженность, да? То есть, что люди как бы идеально друг к другу приспособились, чтобы было максимально комфортно и удобно и приятно. А третий был, это что любовь, это половое влечение, да? Секс. Вот. Теперь с настоящей любовью очень интересно. С настоящей любовью... Ну, ты меня же заставил, как училка себя вести и гугл ты оставил. Вот. Теперь... И здесь интересно, да, что... Это очень правильно. Что по-настоящему человеку... Слышишь, да? В настоящей любви работает ровно наоборот. То есть, качество отношений там с твоей женой, оно обратно пропорционально количеству... Слышишь, да? Юрина, не отвлекай. Качество... Качество отношений с... 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 Я сейчас суп тебе кину. Ну, все мы с вами интересны. Значит... Повышаем ставки. Был помидор. Мышка. Клейка. Быстро одна. Ихан. Нет, я заканчиваю, заканчиваю. Ну, условно. Качество отношений с твоей женой в каком-то плане... Обратно пропорционально количеству подписок и лайков данных каналов 18+. Понятно, да? Не понял. Да. То есть, для этого нужен контроль, да? То есть... Слушай... 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 Вы... Нигде жить! Давид... Давид... Давид, слушай... Выруби его, пожалуйста. Так... И теперь... Основная... Основная глава... Все, вы закончили, да? Основная идея. Основная идея вообще... То есть... Есть вот эта внутренняя гравитация у человека. Есть его чувства, да? Есть вот это его внутреннее такое животное, да? Ну, то есть... Человек это такая... Это такая... Такая... Машина, мешок, да? Такой... Костей с мясом, да? У которого есть инстинкты, страсти, да? И, в общем-то, все, чего он автоматически хочет, это бежать за наслаждение... Ну, то есть, мозг, да? Если читали книжки про мозг... Он хочет бежать за наслаждением, убегать от страдания, значит, есть, размножаться и спать, да? Вот это, в общем-то, вот. Теперь... Инстинкты? Это, то есть... По умолчанию человек, как написано, рождается диким осленком, да? Теперь... Путь... Путь... Да, нужно животное, то есть, это просто говорящая обезьяна такая, Изначально, да? Вот. У тебя с чем-то себя ассоциируешь? Я тебе... Дальше... Я понимаю, шутка, но я не смеюсь, извините. Я понимаю. А я не... Да. Теперь, суть выхода из Египта и суть евреев, это то, что ты выходишь вот из этих... Из этих... Своих внутренних вот этих ограничивающих качеств, да? По алгоритму огромному и профессиональному, который дал Всевышний. Это и есть вот этот выход из Египта, выход из своей зоны комфорта и постоянный рост и развитие, что и есть вообще суть еврейского существования. Это постоянное развитие, постоянный рост. То есть, выход из... Про Ецият Мицраем написано Ецият Мицраем, да? Не Ми Мицраем, не из Египта, а выход из Египта. Что это значит? Это выход не из Египта, а выход из Египта. Типа, если ты уехал из Харькова, это не значит, что Харьков уехал из тебя. А что Харьков? Вот, теперь нужно вот это Египта ограничение вытащить из себя. Это самая главная идея вообще Песах Седора и всего Песаха, что нужно вытащить из себя вот это своё животное, да, и выйти из своей зоны комфорта и стать. АПЛОДИСМЕНТЫ